И, конечно же, тема понятна. Это переговоры Лукашенко с Путиным, которые длятся уже второй день в Сочи за закрытыми дверями. Никто не знает, о чем они договариваются. Вообще, это здорово быть диктатором. Ты вообще не обязан своим этим плепсу что-то рассказывать. Они знают, что президент, ну или в данном случае два царя, они гениальны и ведут в правильном направлении. В общем, получился неплохой обложек. Он уже есть на канале и опубликован. Называется, Лукашенко предложил Путину сыграть в игру один раз. Не Хамас, а не то, что вы подумали. И тут происходит следующее. Объявляют, что будет срочный конференц-колл. То есть, конференц-колл это когда Дмитрий Сергеевич Песков что-то важное заявляет. И я такой думаю, блин, это что, срочный? Почему? Потому что по выходным он практически никогда не проводится. А тут такая возможность появилась. То есть, ты можешь послушать заявление, соответственно, представителя Кремля и задать некоторые вопросы. Я думаю, что придется переписывать видео. Очевидно, раз это что-то срочное, то связано это с чем? С объединением, слиянием или еще что-то. Но все оказалось намного проще. Александр Лукашенко, как всегда, уезжает с деньгами из-за Российской Федерации. Ему выдали госкредит в 500 миллионов долларов. Они говорят, что это второй транш государственного кредита, который планировался очень-очень давно. Но на фоне ситуации, которая сейчас развивается вокруг Беларуси, окажется, что без этого кредита Александру Григорьевичу была бы полная кабзда. Есть такой хороший термин. И среди прочего, Песков рассказывает вот такую интересную вещь. О том, что главы двух государств, соответственно, Лукашенко и Путин, поручили Министерством транспорта России, ну, соответственно, Беларуси организовать взаимодействие с учетом отпусков внимания и необходимости вернуть белорусов из Европы. Потому что теперь Белавия, как вы знаете, никуда не летает. И вот, смотрите, цитирую. «Обсуждались вопросы организации воздушного движения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство Белоруссии, Белоруссии, и с учетом того, что Белавия больше нежеланный гость в европейских городах». Что тут важно? Европа, Европа, и да, Украина — это Европа, это Запад, и в данном контексте мы очередной раз видим, что это так. В общем, Минтрансам двух стран поручено организовать аспекты воздушного сообщения, цитирую, по-моему, это важно, с учетом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России и так далее. То есть, мы понимаем, что Александр Григорьевич, который сказал, ну, блин, они же уничтожают Белавия, эти западные страны, и здесь открывается возможность летать по России. А Россия — страна очень интересная по той причине, что некоторые части, которые она называет частью России, являются оккупированными территориями других государств. И тут я спрашиваю Дмитрия Сергеевича, скажите, пожалуйста, так, а как же, обсуждался ли вопрос полетов Белавия в Крым? И Минтрансам двух стран России и Белоруссии дано поручение организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом наступающего периода отпусков и с учетом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России и так далее и тому подобное. А также, это немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину, которая находится в европейских странах и которая сейчас не имеет такой возможности. Вот, наверное, что я вам могу сказать по этому визиту. Роман Камбалюк, пожалуйста. — Будет ли Белавия летать в Крым? — О, это надо у Беларии спрашивать. — Ну, этот вопрос обсуждался. — Это не российская компания. Нет. — Еще, пожалуйста. — И ответ был нет. Вопрос такой не стоял. Я говорю, а Белавия будет летать в Крым? Он говорит, ну, мы же не знаем, что там себе думает белорусская авиакомпания. То есть, вот в этом видео, которое я сегодня выпустил, я об этом и говорю, что россияне хотели этот вопрос поставить на обсуждение, но белорусы его сняли с повестки дня. То есть, вот, по-моему, так оно и получается, что никаких полетов на оккупированной территории не будет. Но если будет, тогда могу вам сказать следующее. Самолетов Белавия мы не увидим в Киеве больше никогда. Ну, не только в Киеве, в Одессе, Львове, Харькове. Можно было бы, конечно, еще летать в Донецк, но дикие собаки разрушили аэропорт и уничтожили всю инфраструктуру. Но это отдельная грустная история. Вот у нас наша авиаотрасль, конечно, от этого решения пострадает. Это понятно. То есть, минимум 10% трафика создавала именно Белавия. Вообще классная авиакомпания, на самом-то деле. То есть, я бы, знаете, попытался бы солидализироваться с Александром Григорьевичем в том плане, что он говорит, что, ну вот, Белавия попала под раздачу, хотя она вообще здесь ни при чем. Ну, это действительно так. Коллектив ни при чем, но за действия диктатора приходится отвечать многим. В первую очередь, гражданам Республики Беларусь. Что важно здесь? Важно то, что вот наши говорят, вот мы попробуем как бы стать хабом вместо Беларуси. Звучит это немножечко смешно. Почему? По той причине, что в чем был смысл Белавия. Что они имели возможность летать как на запад, так и на восток, находясь в центре Европы. Потому что украинские самолеты не могут летать на восток. Я имею в виду Российскую Федерацию, ну и уже, очевидно, на Беларуси тоже. Поэтому стать хабом, ну, в такой ситуации не представляется возможным. И вот у меня в комментариях кто-то написал, что, блин, Рома, а так как же в Одессу прилетят беларусы отдыхать к нам летом? А как они прилетят? Никак они не прилетят. И это тоже вот потери для туристического бизнеса. Ну, очевидно. Очевидно, потери для туриндустрии. Причем, вот согласно этого коммента, там чуть ли не 30% гостиниц снимали именно беларусы. Не знаю, насколько это соответствует действительности, эта цифра. Ну, в общем, вот такая вот грустная история. Но факт остается фактом, что Александр Григорьевич рассказывает эти истории на тему «Один раз не Хамас денежки от россиян получил». То есть, по ходу мы возвращаемся к нашему классическому варианту развития событий. Когда Лукашенко, обложенный со всех сторон, приезжает в Россию. Они повторяют ритуальные слова. Там, союзное государство, интеграция, там, общий рынок, там, таможня, еще что-то, еще что-то. И в конечном итоге, говорит, люблю, целую, условные чемоданы с бабулетом забирает в Беларусь. И тем самым Российская Федерация продолжает финансировать соседнюю диктатуру. То, что это диктатура, по-моему, ни у кого не вызывает сомнения. Уже и у беларусов в том числе. Можно, знаете, нас так, беларусы на меня обижаются, когда я говорю о том, что, блин, но протест подавлен, хотя, что тут обижаться. Так оно просто случилось, так бывает. Ну, беларусы от этого никуда не денутся. Но те, кто остался там, ничего кроме страдания этих людей не ждет. И это ужасная ситуация. Я вот слышал, что говорят о том, что наши какие-то власти сейчас пытаются для беларусов каким-то образом упростить систему легализации в Украине. Это надо было сделать еще год назад. И, ну, лучше поздно, чем никогда. Потому что вот то, что там происходит, ну, вот это и называется элемент гражданского противостояния. Когда одна часть беларусского общества мочит другую часть беларусского общества со всеми вытекающими последствиями, с тюремами, с пытками. Ну, в общем, такое впечатление, что они у своих российских братьев учились и брали курсы по издевательствам в донецких концлагерях. И это проходит рядышком. Поэтому беларусам я сочувствую. Причем так интересно, понимаете, вот даже эта история с остановкой авиасообщения, она как бы ставит вопрос так, что даже уехать оттуда не так просто. Хотя уже, наверное, несколько месяцев в Минске, в аэропорту работает такая система, что если гражданин Беларуси пытается улететь за границу, то там стоит соответствующий сотрудник КГБ, он берет паспорт. И всех беларусов, в первую очередь, они прогоняют по системе. Если человек где-то был засвечен на каких-то антиправительственных акциях, его вместо того, чтобы улетать, ему говорят, иди сюда, дорогой. Ну и со всеми последствиями штрафа, там, не знаю, ну в зависимости, кто как попадет. То есть это был такой очень рискованный способ покинуть страну. Вот. Так что Александр Григорьевич, кажется, на этом историческом этапе опять всех перехитрил. Песков сказал, что они обсуждали развитие экономического сотрудничества и пандемию. Ну, конечно же, что же еще можно обсуждать в такой ситуации. Купались в море, как вчера они размышляли, два моржа наших. Стало еще известно, что обсуждали, соответственно, ЧП с самолетом Рейнеер. Я не могу понять, насколько примитивно действует российская и белорусская пропаганда, которые говорят, типа, давайте мы посмотрим на эту ситуацию с точки зрения минирования самолета, с точки зрения угрозы теракта, а не с точки зрения, что это спецоперация по поимке конкретно взятого человека, Романа Протасевича. Потому что, ну, все понимают, что это было сделано именно для этого. Пока же, как сказал Песков, Александр Григорьевич чувствует себя в Сочи как дома. Напомню, что в Сочи еще живет и Виктор Федорович Янукович. По случайному стечению обстоятельств.